Добрый день, Светлана, Дмитрий Николаевич. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Урбан. Программа о городских проектах. Чтобы перекинуть мостик с первого часа на второй, мы бы хотели тоже несколько вопросов Никите Юрьевичу задать по поводу судьбы улицы Ленина и фасадов исторических. Если можно, я продолжу тот разговор, который был у нас в течение предыдущего часа. Никита Юрьевич, мы остановились на том, что МКУ «Архитектура» города Кирова разработала концепцию ремонта и насыщения улицы Ленина, как историческая улица в городе Кирове. Андрей Ильич объяснил о том, какие объекты будут в этом году ремонтироваться. Он обозначил 23 фасада в этом году. Андрей Кошурников, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кирова. Совершенно верно. И вот хотелось бы, Никита Юрьевич, вернуться к этому вопросу, потому что мы остановились на одном достаточно серьезном вопросе. Это как будет распоряжаться отремонтированным фасадом собственники. Пришли к тому, что надо как можно быстрее выносить изменения, которые позволят сохранить то, что ремонтируется за счет привлекаемых средств. И вот, Никита Юрьевич, хотелось бы начать диалог с этого, как привлекаются, какие планируются объекты, какие планируются фасады в этом году. И как вы относитесь к тому, что исторические здания, которые тем более попадают под такие ремонты, должны быть защищены от, может быть, даже не вандализма, а случайных переделок, которые потом всю эту работу приводят на нет. Независимых действий граждан. Саша, давайте тогда, учитывая, что времени немного, буквально тезисом первое, в этом году мы действительно ставим задачу отремонтировать более двух десятков фасадов, расположенных не только на улице Ленина, но и также на улицах Преображенской и улице Спаская. То есть у нас такой там квадрат получается. Мы в качестве приоритетов определяли объекты, которые отвечают нескольким принципам. То есть это должны быть объекты действительно историческо-культурного значения, это должны быть объекты, расположенные в центральной части города, мимо которой ходит большое количество людей, и это должны быть преимущественно объекты, вот это очень важно, которые находятся в муниципальной либо в областной собственности. Потому что, значит, первое, если мы говорим про жилые дома, то это, собственно говоря, программа капремонта жилья. То есть мы очень много внимания уделяем тому, чтобы программа капремонта заслуживала доверия, чтобы люди понимали, что, собственно говоря, содержание их имущества, то есть это их собственная задача. И понятно, что если вдруг кто-то другой будет за них ремонтировать, значит, в том числе фасады, а это входит в программу капремонта, мы никогда, собственно говоря, не убедим людей, что они должны сами заботиться о своем имуществе, они будут ждать, когда кто-то придет и за них это сделает по каким-то причинам. Второе. Значит, там, где собственниками или со-собственниками является бизнес, то есть частные структуры, мы пока по-хорошему просим, уговариваем, требуем, чтобы бизнес следил за фасадами домов, особенно если они имеют историческую ценность. Третье. Вот то, о чем вы сказали, это действительно очень важно, надо, чтобы у всех в сознании закрепилась одна следующая вещь. Содержание и приведение в соответствие историческим канонам фасадов и там других составляющих объектов, это является обязанностью собственника. Мы на сегодняшний день рассматриваем вопрос, связанный с внесением изменений в региональное законодательство, где четко будет прописана ответственность и обязанность собственника содержать объекты исторического культурного наследия в надлежащем состоянии. Во всем мире, собственно говоря, наличие в собственности исторических зданий и помещений является, на самом деле, проблемой. И те, кто до темы интересуется, знают о том, что во Франции, в Англии, особенно в Шотландии это очень распространено, замки продаются за условную символическую цену в одно евро или в один фунт стерлингов не потому, что оно ничего не стоит, а потому что владение этими объектами предполагает наличие программы модернизации, ремонтов и прочее, то есть что стоит намного больше, чем само стоит это здание. Поэтому у нас же все наоборот. То есть у нас, когда собственник, неважно, физическое или предприятие приобретают историческое здание, они считают, что кто-то угодно, но не они сами, должны его, скажем, собственно говоря, поддерживать в надлежащем состоянии. Так вот, значит, мы на сегодняшний день готовим изменения в региональных законодательствах, где четко будет отражено, что если ты не содержишь здание в соответствующем, собственно говоря, порядке, то на тебя будут налагаться очень существенные финансовые санкции и взыскания. И начинать надо, естественно, с себя. Почему? Вот я говорю, что мы, когда говорим про ремонт фасадов, мы начинаем прежде всего с фасадов муниципальных и областных учреждений. То есть мы должны здесь показать пример. Да, мы это делаем за счет внебюджетных средств. То есть это очень важный момент. Мы, если в прошлом году, когда только начали эту программу, мы привлекали бюджетные средства. Я напомню вообще, почему мы здесь говорим о городе, а я представляю, что это областную власть. У нас существует закон о статусе административного центра, в соответствии с которым, то есть мы на функции, которые связаны с выполнением города не чисто городских задач, а о выполнении функций административного центра области, мы совместную работу ведем. А понятно, что это и вокзалы, и, собственно говоря, центральная часть города, где расположено большое количество областных учреждений. Вообще внешний вид города, это же лицо у нас области в целом. То есть большое количество людей, которые ходят по набережной, по центральным улицам. То есть это не жители города, а приезжие. То есть в данном случае это и наша задача тоже. Поэтому мы говорим о том, что в рамках вот этого закона о статусе административного центра мы в прошлом году выделяли межбюджетные трансферты в муниципалитеты для того, чтобы начали фасад, но в этом году ни копейки бюджетных денег использовано не будет. Мы действительно провели встречу с предпринимателями. Мы, причем не только с предпринимателями Кирова и Кировской области, я специально там объехал ряд крупных предприятий такого федерального масштаба, кто-то из которых представлен в Кировской области, кто-то не представлен, и просто просил их поучаствовать в такой программе приведения в порядок города. Это не только программа по фасадам, мы потом этого коснемся. Но, собственно говоря, сейчас тех денег, которые мы собрали или под которые подписались, мы считаем, что на 20-25 фасадов, которые в центральной части города расположены, должно хватить. Понятно, что будут в любом случае пусть и упрощенные процедуры торгов. Почему упрощенные? Потому что это не бюджетные деньги. Может быть, нам удастся что-то сэкономить. У нас есть очень длинный перечень. Какие другие фасады, если деньги останутся какие-то сэкономленные, какие еще нам необходимо будет ремонтировать? Спасибо, Никита Юрьевич, за очень подробный развернутый ответ. Если можно, я немножко резюмирую. Правильно ли я понимаю, что те фасады, которые в этом году будут ремонтироваться, также средства будут дополнительно найдены, или там собственники, арендаторы, бюджетные, государственные, областные учреждения должны подготовиться к этому ремонту, то есть дополнительно еще поработать над тем, чтобы те вложения, которые произведут в этом году по ремонту фасадов, не были потеряны, если вдруг кому-то взбредет в голову на следующий год поменять окна. То есть они должны к этому готовиться. И кто даст на это сигнал? Власть. Это даст сигнал власть. Еще раз подчеркиваю. Там, где речь идет об областных учреждениях, допустим, областной музей Циолковского, он тоже, например, в этой программе есть. Понятно, мы там, собственно, с руководителями учреждения этот вопрос будем отдельно проговаривать. Там, где речь идет о совместной собственности, где часть помещений принадлежит бизнесу, мы тоже будем отдельно проговаривать о том, как будут и собираться деньги на этот ремонт фасадов, и уже городская администрация такие встречи проводит. И как, собственно говоря, в дальнейшем будет поддерживаться этот внешний вид. Что касается исключительно частных объектов, то вот эту норму мы просто будем прописывать в региональном законе, где будет четко определен, в том числе, порядок согласования, что там может и как делаться. То есть если собственник вдруг надумал поменять окна, потому что ему кажется, что это его частное дело, но, извиняюсь, если ты живешь в историческом особняке в центре города, то это уже, извиняюсь, не твое частное дело. То есть это уже, скажем, дело действительно внешнего вида города. Это вопрос уже защиты, в том числе, панорамного вида, какого угодно. То есть то, что уже не относится к исключительно твоей компетенции, это действительно вопрос, который требует согласования с соответствующими службами. Это достаточно длинный путь, поэтому, если можно, я последнюю просьбу, которую озвучила Ирина Васильевна, выходя из нашей студии. Ирина Васильевна Рубцова, начальник управления городостроительства и архитектургии. Это примерно следующее, что, да, город готов носить изменения в правила благоустройства, которые обяжут собственников поддерживать на лежащем состоянии фасады, но она откровенно боится, что эти правила долго будут согласовываться со стороны надзорных органов, и в итоге мы опять потеряем время. Поэтому, разрабатывая концепцию на следующий год, понимая, что кроме бюджетных учреждений в следующий год будут в том числе выручены те, где проживают граждане, и хотелось бы, чтобы эти правила уже были приведены в порядок. Значит, я дам поручение Алексею Борисовичу Кузнецову и Александру Александровичу Галицких, там это вопрос их совместного ведения, значит, эту работу сопровождать. Потому что здесь вопрос не только того, что там будут какие-то проблемы с согласованиями надзорных органов. Эти правила не будут иметь никакого смысла, если не будет заложена соответствующая ответственность административная. Это регулируется нашим законом Кировской области административной ответственности. То есть все эти изменения в правилах благоустройства должны найти свое отражение в законе об административной ответственности. Спасибо. Да, я показываю сигнал, что пора менять тему, потому что у нас очень короткий промежуток времени, а хочется узнать о том, что еще предстоит сделать по благоустройству города Кирова в 2016 году, в чем непосредственно Никита Юрьевич вы участвовали. Поэтому переходим к самому короткому вопросу. Дороги и то после рекламы. Урбан. Программа о городских проектах. Как будет меняться облик Кирова в 2016 году? Взгляд из мэрии областного правительства. Ну, с мэрией мы поговорили в первом часе, во втором часе мы с удовольствием беседуем с Никитой Белых, губернатором Кировской области. Мы, это Дмитрий Драна и Светлана Занько. И поскольку времени, правда, очень мало, мы прямо облиц сейчас начнем, да? И до рекламы я сказала, что о дорогах. Коротко. Светлана, да, подняла одну из самых больных тем, хотя четко понимаем, что Никита Юрьевич не несет ответственность за то, что происходит в уличной дорожной сети города Кирова. Мы несем ответственность за все, поэтому давайте, значит, действительно коротко, потому что в последние недели мы достаточно много об этом говорим. Еще раз фиксируем. Действительно, в этом году на дороге города совместными усилиями областного, федерального и муниципальных бюджетов выделена достаточно большая сумма денег. Относительно той, которая изначально была заложена, если не ошибаюсь, 17 миллионов рублей, сейчас эта сумма превышает 400 миллионов. Понятно, что общий объем недофинансирования уличной дорожной сети в разы кратно больше, но тем не менее, эта сумма достаточно ощутимая. Это 150 миллионов рублей, которые непосредственно из федерального бюджета, 125, которые мы из областного бюджета выделили раньше и 75, которые мы получили из федерального бюджета, то есть мы посчитали, необходимо их направить также на дороге областного центра. На сегодняшний день, я сейчас не буду перечислять адреса, в основном уже все определены дороги, где будут происходить ремонты. По части дорог уже запущена конкурсная и аукционная процедура. В любом случае это занимает некое время, поскольку речь идет о бюджетных деньгах, и если кто-то считал, что решение принято, и завтра вышли на дорожная техника на работу, это, в общем, сильное заблуждение. Поэтому сейчас мы рады, что к этой работе подключилась общественная палата. Совместно с общественной палатой, где информационной системе сейчас выкладывается карта дорог города Кирова и те ремонты, где должны осуществляться, с подробной информацией о том, в какие сроки, кто подрядчик, то есть, значит, когда ремонты должны быть завершены, чтобы каждый заинтересованный человек мог в режиме онлайн наблюдать за тем, что происходит. Такая же работа нам предстоит и по другим городским округам, не только по городу Кирова, но и по Вятским полянам, по Котельничу, Кирово-Чапецку и Слободскому. Но понятно, что по объему средств и по объему внимания, конечно, центральным здесь является областной центр. Ну, если можно, Никита Юрьевич, добавлю одну вещь, как просьбу, тем более, что я недавно, в прошлом, занимался, в том числе, этими проблемами, те средства, которые будут сэкономлены после проведения конкурсов, наверное, хотелось бы попросить перенаправить на тротуары, потому что тротуары выпали. И тротуары, значит, технология «Бурчатка» позволяет укладывать до ноября месяца. Значит, тема тротуаров, она отдельно обсуждалась с администрацией города. Я рассчитываю, что будет подготовлена отдельная программа. Не знаю, будет она оформлена как конкретная, там, муниципальная целевая программа, или это будет просто, что это внутренний документ, дорожная карта для самих себя. Значит, то, что проблема тротуаров является ключевой, там, не менее, в некоторых случаях, может быть, даже более значимой, чем проезжая часть, здесь понимание абсолютно точно есть. Но точно так же есть понимание того, что масштабы ремонтов, которые нам предстоят по тротуарам, то есть они сопоставимы с теми масштабами, которые касаются дорожного полотна. То есть это не вопрос, там, 10-15 миллионов рублей, это вопрос сотен миллионов рублей, которые необходимо потратить для того, чтобы привести порядок тротуары. Будут ли средства сэкономленные от дорог, направленные на, там, конкретные тротуары, или все-таки мы попробуем к этому вопросу подойти системно, начиная с следующего сезона, конечно, решать будет городская администрация, мы свои рекомендации по этому поводу выдадим. Понятно, понятно. Спасибо. Если можно, еще один вопрос, уже переключаясь к другой теме, Никита Юрьевич, а какие объекты планируются в ближайшее время с участием областного бюджета, с участием небюджетных источников, ремонтировать, строить, реконструировать в городе? Коротко о том, какая работа сейчас ведется. Значит, давайте мы только по крупным объектам пройдем. Значит, строительство школы в Зиновой, значит, это там такой наш главный социальный проект, мы в этом году должны школу построить и сдать на тысячу учеников, это тоже средства и федерального, и областного, и муниципального бюджетов. Значит, это завершение строительства детского космического центра, но здесь Дмитрий Николаевич там может более подробно и по срокам, то есть и по параметрам, масштабам рассказать. В следующий раз, значит, это, значит, особня Крепина, то есть, собственно говоря, здание, одно из зданий художественного музея, которое мы в этом году должны внешний контур завершить, там еще останутся работы, которые мы внутри будем делать, и это уже перейдет на следующий год, но во всяком случае вот этот гнилой зуб, обтянутый, значит, баннерами на протяжении последних, там, не знаю, 10 лет, то есть, ну, он наконец-то должен, значит, исчезнуть, да и должен быть уже там нормальный фасад. Отдельная работа нам предстоит, значит, по Дому офицеров. Я напомню, что тоже это, значит, у нас там центральная на улице Спаска, и нам Министерство обороны его там передало, значит, в ненадлежащем состоянии. Мы по линии военно-исторического общества договорились с Министерством культуры о том, что мы это передаем уже, опять же, как бы в Федерацию, для того, чтобы они его отремонтировали и передали Кировскому оригинальному военно-историческому обществу для размещения там военно-исторических музеев на все соответствующие мероприятия. Эта работа ведется сейчас. Я не думаю, что мы в этом году завершим эту работу, я думаю, что мы в этом году ее начнем, то есть, и в следующем году завершим, то есть, там тоже речь идет об объемах инвестиций, ну, превышающих сотню миллионов рублей. Ну, без органного зала уже. Значит, да, без органного зала, то есть, без этого, как бы, пристроя, то есть, ну, главное, чтобы у нас это был там нормальный объект по улице Спаска, который, как вы понимаете, мы все равно там рано или поздно сделаем пешеходный, то есть, ну, там, начиная от художественного музея, то есть, и, соответственно, дальше. Значит, мы планируем в этом году также, значит, продолжить работу по строительству фонтанов, то есть, которые мы начали в прошлом году, и так же, как в прошлом году, это будет сделано без участия бюджетных средств, то есть, это будут вне бюджетные источники. Пока планируется два фонтана, один в Нововятском районе, другой, значит, на улице Спаской, как раз у Кукольного театра. Мы планируем по линии военно-исторического общества строительства, точнее, создания скульптур и памятников. Два объекта, которые мы уже там продекларировали и по которым мы сейчас ведем работу, в том числе и с предприятиями города, и информируем граждан, то есть, потому что считаем, что это дело, которое касается каждого жителя города Кирова, памятник труженикам тыла, то есть, потому что мы, когда говорим о городе Кирове, как о городе трудовой славы, в общем, тут должно быть ощущение сопричастности к этим. Да, значит, вы знаете, что проходил конкурс, был выбран памятник, сейчас этот памятник уже заказан, то есть, мы хотим, собственно говоря, к сентябрю этот памятник уже, собственно, открыть. Значит, также мы в этом году, более того, в августе месяце, должны открыть памятник воинам-участникам Первой мировой войны, памятник сестре Милосердия. Он будет напротив октября, там, рядом с гериатрической больницей. Мы планируем, опять же, за счет внебюджетных источников, профинансировать и создать памятник Марии Исаковой, то есть, самой, наверное, титулованной, самой ведущейся нашей кировской спортсменки. Эта инициатива была давно, скажем, озвучена, разговоров ходил, мы как всегда там поговорили-поговорили, что они себе разошлись, да, пока, собственно говоря, они стали этим заниматься более плотно. Значит, и в рамках нашего проекта по детскому космическому центру, я напомню, что у нас в планах, помимо, собственно, строительства здания детского космического центра и ремонта фасадов музея Циолковского, еще создание сквера космонавтов рядом, и напротив, на той стороне, где сейчас стоит бюст Виктора Петровича Савиных, он будет возвращен на свое историческое место на другую сторону улицы Преображенской, там будет поставлен бюст другому нашему прославленному космонавту Сереброву, то есть, который, значит, в 2013 году умер, но который себя всегда позиционировал именно как уроженец Кировской области, хотя он здесь закончил школу, так, то есть, который долгое время, и который, собственно, последние два года, в том числе, как бы работал у меня советником, и был одним из активных участников Циолковских чтений и вообще разного рода мероприятий. Это вот те, что называется, там, мероприятия, которые будут проходить при участии либо бюджета, либо внебюджетных источников, которые мы привлекаем, да, и, собственно, способствуем, либо военно-историческое общество, и понятно, что еще целое перечень объектов, которые, там, носят чисто коммерческий характер, да, и здание, значит, там, торгового центра «Фабрика», там, и других, которые мы просим застройщиков тоже в определенные сроки, действительно, чтобы нам уже город представить в том виде, в ком он может быть представлен, синхронно и согласованно. Да, позвольте, небольшое лирическое заступление. Я просто узнала такую историю, что попросились к вам пограничники в день, когда они отмечали свой праздник. Они тоже хотят памятник свой. Вот как это вообще реализовывается, когда есть группа людей, готовые за свой счет памятник воздвигнуть? Он вообще достойный? Почему пограничникам не дать поставить? Конечно, достойный. На самом деле, просто таких инициативных групп в очереди-то, на самом деле, не стоит. То есть мы такие вопросы, естественно, рассматриваем. Более того, прецеденты такие есть. Напомню, что тот же памятник героям Афганской и Чеченской войны, то есть точно так же, то есть был построен по инициативе самих воинов-афганцев, то есть там Владимир Владимирович Климов активное участие в этом принимал тогда еще в качестве руководителя, руководителя афганского сообщества. И когда такая инициатива есть, мы находим возможность там способствовать и выделению участка, и, собственно говоря, решению иных организационных вопросов. И то же самое было сказано доблестным пограничникам, что если такая инициатива есть, если вы готовы это сделать, давайте приходите, будем обсуждать, где, в каком месте это было бы логично, в какие сроки, то есть какая помощь от нас потребуется, если вы действительно готовы этот памятник создать. Я обращаюсь и к другим инициативным группам, да, у нас, собственно, такие проекты реализуются, просто, что их не такое большое количество, да, то есть вспомним там и памятник бездомной собаке, там, да, значит, или скульптурная композиция на привокзальной площади, значит, там, уезжающим, значит, там, с чемоданами, да. Такие инициативы есть, и никто не может сказать, что вот кто-то с инициативой пришел, а ему отказали. Обычно ведь приходят как, у меня есть классная идея, дайте денег. Вот денег нет, да, что значит, там денег и бюджета нет. То есть если вы знаете, как привлечь в небюджетные средства, пожалуйста, привлекайте. Вопросов нет, то есть, но когда просто люди приходят с блеском в глазах с идеями, этого, к сожалению, маловато. Мы сейчас приезжаемся на короткую рекламу, напоминаем, что мы сегодня обсуждаем, как будет меняться облик Кирова в текущем году, и свое видение представляет Никита Белых, губернатор Кировской области. Урбан. Программа о городских проектах. Да, и это программа Урбан. В студии Дмитрия Драна и Светлана Занько мы обсуждаем, как будет меняться облик Кирова в 2016 году. С нами вместе Никита Белых, губернатор Кировской области. У нас коротко по еще очень многим пунктам. Ну, много вопросов, и на самом деле, благодаря обсуждая предыдущий вопрос, мы фактически вышли на следующий. Никита Юрьевич, очень важно остановиться, наверное, на том, как жители участвуют в реализации этих проектов, которые сами же предлагают, и которых они нуждаются. Я бы хотел начать с примера по ПМИ. Это то, что на самом деле и в области, и в городе очень хорошо работает. Ну, и дальше, наверное, услышать. А можно я сразу тут внедрюсь, потому что волнуют наших слушателей, они звонят и спрашивают. Они очень волнуются за дальнейшую судьбу этого проекта поддержки местных инициатив. Он у нас будет продолжаться? Есть ли какие-то угрозы к тому, что, в конце концов, в связи с финансовой ситуацией он прекратится? Ну, понимаете, у нас этот проект реализуется шестой год. И вот каждый год я слышу вопрос, а будет ли он продолжаться? Продолжается, да. То есть, несмотря на то, что у нас ни одного года легкого с точки зрения финансовой не было, да. То есть, мы все-таки считаем, что этот проект очень важен с нескольких точек зрения. И с точки зрения действительно решения тех задач, которые стоят перед населением, перед муниципалитетами. С точки зрения вовлечения самих граждан в решение тех или иных вопросов, да. То есть, поэтому мы этот проект будем продолжать. Могут меняться какие-то форматы, масштабы, значит, нюансы. То есть, мы каждый год пытаемся совершенствовать его, включая дополнительные группы. Вот в этом году садоводов там добавили, да, значит, еще какие-то группы там. В позапрошлом году интернет-голосование. Но в конечном итоге сама идея проектов, как тех форматов, которые позволяют вовлечь граждан в решение задач, которые стоят перед их сообществом, да, там, дворовой территорией, значит, там, маленького муниципалитета, части большого муниципалитета, эта программа будет продолжена. То есть, в этом году, и мы очень надеемся, что программа поддержки местных инициатив по городу Кирова, она тоже вольется вот в общую струю тех изменений, которые должны произойти. У нас по городу будет реализовано 34 проекта на общую сумму там свыше 40 миллионов рублей. Собственно, типология проектов, она год от года остается достаточно постоянной. Если говорить про этот год, это 16, то есть почти половина проектов направлена на реализацию, там, на решение вопросов так или иначе связанных с дорогами. То есть, как правило, это внутридворовые территории, значит, или какие-то участки дорог, которые гараженными совместными усилиями будут решать. Благоустройство, физкультура, объекты культуры. То есть, это, собственно говоря, то, что действительно волнует граждан, то, что волнует их. И надо сказать, что эта типология отличается от общей областной. То есть, все-таки в городе действительно вопрос инфраструктуры городской, да, то есть, он действительно является приоритетным и важным. И проект поддержки местных инициатив, так же, как и другие городские проекты, которые, по своей сути, похожи, да, они будут продолжаться и в следующем году, я надеюсь, что и там в 18-м и 19-м. Продолжая тему инициативы граждан, хотел бы, наверное, обратиться, выйти с предложением, которое Светлана не раз в эфире озвучивала, о том, что в городе и в области, наверное, не хватает той площадки, куда каждый житель с инициативой и со способом реализации этой инициативы может обратиться, потому что, на самом деле, все программы работают по-разному, и вот такой площадки нам не хватает. Зачастую мы сталкиваемся, ну, я думаю, что мы, я говорю про граждан, с тем, что вот эти инициативы, на самом деле, не стоят больших денег, но реализация каждого отдельного предложения дает очень хороший эффект. Поэтому у нас есть предложение, Светлана, куда обращаться с жителем и как? Ну, в общественную палату, насколько я понимаю. Ну, я считаю, правильная идея. Я против того, чтобы создавать какие-то новые площадки, формы, в то время как существует уже определенный набор форм и площадок, и механизмов. Задача их максимально использовать и максимально задействовать. Вы знаете, что по общественной палате мы с представителем законодательного собрания выходили с инициативой дать им право законодательной инициативы. Это законодательным собраниям не было поддержано. Я сегодня подписал, еще раз будет вноситься это на следующее заседание. Все-таки я считаю, что такое решение должно быть принято, и общественная палата должна получить право законодательной инициативы, в том числе для того, чтобы эффективно реализовать вот те самые задачи, о которых вы говорите. То есть не по конкретному проекту, а в целом по поддержке тех инициатив, которые высказывают сами граждане. Вот то, что сейчас происходит обсуждение по дорогам, пусть оно, скажем, негладко происходит. Пусть там есть разного рода вопросы, касающиеся мониторинга, контроля, приемки, но это, во всяком случае, показывает, что это живой организм. Да, собственно говоря, и поэтому, если мы понимаем, что есть необходимость в наличии площадки для того, чтобы куда-то выходить со своими инициативами, лучше не создавать что-то новое, а вот тот организм, который уже себя показал как действующий, работающий и живой, его продолжать загружать. Поэтому я только за то, чтобы общественная палата занималась, в том числе, рассмотрением тех инициатив, о которых вы говорите. Спасибо. И если можно, продолжая там бриться вопросы, задавать, один из таких вопросов, это чистота в городе, и чистота в городе не даже из-за того, как работают коммунальные службы, то есть не надо там только акцент делать в одну сторону, но и зависящие от того, как жители сами к этому относятся, начиная со строительных организаций, заканчивая теми, кто, на самом деле, посещая там дачные участки или там уезжая на пятники, город нас... Это сейчас про автомобилистов, да? В том числе. Сейчас автомобилисты внимательно слушать будут. Значит, согласен, не хочу повторять банальности о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И в этом плане всегда сам являлся сторонником субботников разных общих мероприятий, не столько с точки зрения наведения чистоты, сколько, опять же, вовлечения граждан в работы по уборке территории. Я исхожу из того, что человек, который сам территорию свою убирает, вряд ли будет там мусорить. То есть, ну, собственно говоря, поэтому, чем большее количество людей прибирается в парках, в скверах, собственно, на улицах, тем меньше остается тех, кто выбросит, значит, обертку от мороженого, значит, или сигарету. Они просто не будут иметь шанса на жизнь, потому что они сразу за руку схватят. Значит, что касается автомобилистов, мы на прошлой неделе в рамках рабочей встречи с руководителем нашего управления Министерством внутренних дел по Кировской области Константином Никановичем Селянином договорились о том, что будет у нас создана рабочая группа, которая разработает предложение по проведению месячника чистоты для автомобилистов. То есть, есть на сегодняшний день инструментарий, который позволяет тех автомобилистов, которые на грязных, подчеркиваю, да, то есть там не просто там загрязненных, а по-настоящему грязных автомобилях ездить по городу, привлекать их ответственности. То есть, вот, чтобы, опять же, здесь не было ощущения того, что, вот, знаете, там, как говорится, нечего на зеркало пинять, там, коль рожек рвёт. То есть, если ты сам ездишь на машине, с которой отпадают куски грязи, то потом говорить о том, что же у нас тут, как бы, в городе не убирают, да, это, извиняюсь, там, по меньшей мере, неприлично. Поэтому будет подготовлена соответствующая нормативная база, будет дано соответствующие поручения органам ГИБДД, будет соответствующая, там, административная поддержка со стороны муниципалитета. Вот такой месячник чистоты для автомобилистов пройдёт. На какой месяц планируется такое мероприятие? Я не думаю, что он будет носить какой-то там календарь, там, с первого по первое, да, то есть это будет зависеть от того, как вот та рабочая группа, куда войдут представители и муниципалитета ГИБДД и области... Но уже этим летом? Естественно, конечно, да, то есть там, мы вот сейчас говорим о задачах, которые у нас носят такой, как бы, там, краткосрочный характер. Мы же не говорим о планах на, там, ближайшую, там, пятилетку, потому что мы тогда с вами говорили и про парк Гагарин, и про овраги, там, про другие вещи, которые интересны с этой стратегической точки зрения, но точно не в рамках этого лета и этой осени. То есть про короткую перспективу мы сейчас говорим, и если можно, буквально, там, одно хочу добавить. Прошу обратить внимание на дымящий транспорт, то есть не просто на куски грязи в город нельзя заезжать, но нельзя заезжать, в том числе двигаться на этом пазике, который... Согласен, да, Дмитрий Николаевич, вы можете тоже предложение в адрес рабочей группы направить. Спасибо. И, если можно, еще один вопрос. Как вы относитесь к появлению платных парковок в городе Кирове? И вот последний эфир у нас был посвящен этой теме, у нас приезжал гость из Москвы, который говорил, как это делается в других муниципальных образованиях. И, на самом деле, от нас со Светланой прозвучало там одно предложение. Почему бы не начать как раз вот с тех мест, которые на сегодняшний день самые там сложные проблемы вызывают по парковке, там, за два квартала паркуясь. Я говорю про территорию вокруг правительства Кировской области и вокруг здания администрации города Кирова. Ваше мнение? Хорошее предложение, я тоже о нем слышал. Мне оно кажется цивилизованным и правильным и абсолютно в тренде того, что надо начинать с себя. То есть, вот я думаю, что я дам сегодня поручение коллегам этот вопрос проработать. Если мы не увидим каких-то нерешаемых вопросов, то действительно территория вокруг правительства области должна быть включена в территорию платной парковки. То есть, если ты приезжаешь на общественном транспорте, тебя это никак не касается. Думаю, что мы велосипедистам дадим возможность свободного паркования. Вот Светлана кивнула, как известно, велосипедистка. Да, я просто благодарю всех наших чиновников, извините за это сухое слово, потому что вы совсем не выглядели как чиновники на велопараде, чтобы поучаствовать. Мы были в костюмах чиновников. Это было замечательно. Поэтому не хочу сейчас говорить твердо, что да, мы это сделаем. То есть, мы этот вопрос точно проработаем. Я думаю, что где-то через неделю-две я смогу уже ответить более предметно, то есть, указать сроки, когда мы это постараемся сделать. Спасибо, Никита Юрьевич. И на самом деле, в продолжении, вот тем очень много тех, которые хотелось бы обсуждать, хотелось слышать мнение губернатора, активного гражданина. Да, я вот сейчас просто прорываются слушатели. Слушатели, простите, что мы вас сегодня не подключаем в эфир, потому что Никита Юрьевич давно к нам не приходил. У нас было много с Дмитрием Николаевичем к нему вопросов. Да, вот здесь через дорогу сижу. Они, Никита Юрьевич, уже пишут списки, поэтому уж пообещайте, пожалуйста, что вы придете к нам еще раз. Обратная связь, на самом деле, очень короткая такая. Да, и мы поговорим еще о тех вещах, которые люди нам, которые люди спрашивают. Обещаю. Спасибо. Спасибо. Ну и не могу не затронуть еще одну очень интересующую всех тему, потому что она получила и получает активный, положительный резонанс в обществе. Это развитие зон отдыха, это парки, скверы, набережная. Никита Юрьевич, я знаю, что вы были там первым инициатором по приведению в порядок набережной. И первые деньги по закону Остатусе административного центра из областного бюджета давались как раз на набережную. Есть что еще делать, и поэтому, если можно, кратко, то есть как вы видите эту работу? Значит, вот здесь, мне кажется, на сегодняшний день у нас есть некий недостаток взаимопонимания с обществом гражданским. Значит, на сегодняшний день разработано в разной степени, с разной степени проработки, глубины, тем не менее, достаточно большое количество проектов, связанных с рекомендацией. Часы не работают у вас здесь просто. Одна минута у нас буквально до окончания эфира. И вот как раз я считаю, что, учитывая, что средств всегда не хватает, определение приоритетов, это вот как раз та вещь, которая должна быть реализована с учетом общественного мнения. То есть что важнее, условно говоря, завершить набережную Грина уже в том виде, в каком она планировалась, начать парк Гагарина, значит, у филармонии превратить его в нормальный цветущий комплекс. Добить уже тему по оврагам, в полном объеме. Площадь. Значит, да, там сквер борцов революции. Ну, то есть там много у нас, скажем, точек, по которым есть проработки, да, и которые можно представить в виде картинок. Там пешеходная, значит, улица Спаская. Ну, понятно, что все одновременно мы их не сможем реализовать, поэтому, ну, просто, что это ввиду отсутствия средств. Поэтому надо понять, что и как мы можем, какие приоритеты расставить, не с точки зрения мнения руководства города или области, а с точки зрения самих жителей. Вот здесь, мне кажется, как раз было бы важно вот такое обсуждение, причем квалифицированное, да, не просто, что это, а вот мне так нравится, так не нравится, да, а квалифицированное мнение общественности о том, как должны быть расставлены приоритеты в создании зон отдыха, рекреации, значит, вообще, скажем, каких-то очагов благоустройства нашего областного центра. Вот давайте, скажем, в рамках общественной оплаты, в рамках таких дискуссий, как здесь сегодня, постараемся решить. Спасибо. Спасибо, Никита Белых, губернатор Кировской области. Это была программа «Урбан», Виндридрана и Светлана Занько. Прощаемся с вами. Спасибо большое.